Хорошо, лежи. Хорошо. Хорошо. Помоги. Молодец. Рядом. Этого 11-месячного красавца зовут Гром. Это восточноевропейская овчарка, его владелец Константин. С ним занимаются уже полгода. Недавно они вместе с правоохранителями вышли патрулировать город. Сначала задача была тренировать собаку как охранника. Сейчас Гром вдобавок учится искать людей и взрывчатые вещества. Вообще любая собака поддается дрессировке и поддается любому воспитанию. Все зависит от цели хозяина. Если я сейчас хочу, то это актуально. Научить собаку искать людей, либо по взрывчатке. К сожалению, это актуально. Но мы занимаемся и показываем результаты на минимальных сроках. Специалисты школы служебного собаководства при Международной полицейской корпорации уже 20 лет тренируют как гражданских собак, так и четырехлапых воспитанников для военной службы. Сейчас все желающие владельцы хвостатых могут присоединиться к спецучениям. Появилась идея для того, чтобы максимально обеспечить безопасность в нашем городе, призвать всех владельцев собак, чтобы они прошли у нас бесплатное обучение и совместно с правоохранительными органами вышли на защиту и охрану нашего города. Выполнять охранно-защитные функции воспитанники школы могут уже через две недели, уверяют кинологи. На первый взгляд даже небольшие собаки, такие как таксы, спаниели или фокс-терьеры, могут отлично нести службу в охранном отряде или искать взрывчатые вещества, считают специалисты. Прекрасно ищут взрывчатку и наркотические вещества и предупреждают о каких-то правонарушительных действиях. Мы делаем то, в чем сейчас наибольшая необходимость в нашей стране – обезопасить наш город от взрывчатых веществ, если будет такая надобность. Вы понимаете, собака патрулирует, она знает запах взрывчатого вещества, идет веселый товарищ мимо нее, и вдруг она обратила на него внимание и побежала за ним. Ребята в патруле уже понимают поведение этой собаки, останавливают человека, досмотр и, как правило, что-то могут найти. А деситка Марина вместе со своей голландской овчаркой уже не первый раз приходит в кинологический центр. Раньше в мирное время женщина тренировала собаку для защиты. Сейчас, когда дети на войне, хочет быть полезной в тылу патрулировать город. Я, как мама двух военных, решила, так сказать, этот период с пользой для дела пережить, поучаствовать в этом всем. Ну и меньше, чтобы отвлекаться от мыслей, где мои сыновья и что с ними сейчас происходит. Конечно, хотелось бы, чтобы, используя для страны, она все-таки послужила. Ну, так сложились, я никогда не думала, что буду в этом ракурсе думать, но надеюсь помочь. Специалисты школы хотят обеспечить каждое районное отделение полиции в Одессе кинологическими отрядами волонтеров. Собака одесситов тренирует на семи площадках в городе. Все желающие могут присоединиться к новому курсу каждый четверг и субботу в 10.30 в парке Савицкого.